Эта лодка стояла вот всю зиму. Вот сейчас вот прям в прямом эфире покажу вам, как заводится мотор Yamaha 70. Раз, два, три. У меня китайцы также заводятся. Всем привет! В данный момент нахожусь в Астраханской области. Приехал сюда на рыбалку. На дворе весна. Должен начать клевать. Трофейный хищник, судак, щука. И как нигде, как в Астрахане, половить эту рыбу. Поэтому приехал сюда с своим другом Алексеем. Вот уже в лодочке. Спиннинги собраны. И мы отправляемся, как всегда, на поиск трофейной рыбы. Ну, а что из этого получится? Поймаем мы эту трофейную рыбу или не поймаем? Как я всегда говорил, самая плохая рыбалка в Астрахане в тысячу раз лучше самой хорошей рыбалки у нас. Поэтому устраиваемся в кресло поудобней. Мы уже в лодочке удобно устроились. Погнали! А сейчас, друзья, небольшая рекламная пауза с полезной информацией. Вдруг кто-то из вас хочет себе прикупить базу в Астраханской области. Посмотрите, вдруг вам пригодится. Продается участок для базы отдыха площадью 1 гектар 200 на 50 метров. Длина береговой линии 200 метров. С одной стороны прокопана гавань для стоянки лодок. На участке построены 9 фундаментов от дома, на которых залит ростверк. Лежат плиты перекрытия. При въезде построен навес для машины и имеется пост для охраны. А также залит фундамент под баню с чашей для бассейна. Ко всем фундаментам подведены инженерные сети, горводопровод и канализации. На участке расположена трансформаторная подстанция 200 кВт. Газовый шкафник находится на 50 метрах от забора. Участок огорожен комбинированным забором, состоящим из бетонных монолитных заборных плит и металлических секций. Бетонный забор установлен со стороны дороги, а декоративный металлический забор установлен вдоль береговой полосы. Все фундаменты, а также забор построены на свайном поле. Участок имеет удачную локацию. Рядом проходит автотрасса, по которой ходит маршрутный транспорт, рейсовые автобусы, такси. В радиусе 5 км имеется вся инфраструктура. Почта, медучреждения, магазины, аптеки и т.д. Шикарную рыбалку можно начинать прямо с берега базы. Расстояние до раскатной части дельты в Волге составляет 15 минут езды на катере. Участок расположен на разветвлении рек Кизань, Николаевское, Баклане. В 5 км от участка начинается Никитинский банк, Кировский банк, Рытый банк. Рыбалка и охота в шаговой доступности. Друзья, для более подробной информации звоните по номеру 8-900-27-282-2996. Александр Николаевич. Рыбка и большая, и маленькая. Делаем наш первый заброс. Погодка сегодня отличная. Солнышко. Ветерочек такой. Так ветер сильный, но встали в огромном местечке. Здесь порывы ветра минимальны. И ловить нам комфортно. Бангруз опускается. По хребкам карасей походу долблю. Стеной стоит рыба. Только успел пробиться до дна. А вот и первая астраханская рыба этого сезона. Такой четкий удар. Подсечка. И что-то бьется на том конце. Но в начале слишком было такое, показалось что-то крупное. А сейчас, друзья, это крупное, уже не совсем крупное. Но главное, что она клюнула с четким ударом. И это не крупный судачок. На мандулу 7 сантиметров. Мандулка небольшая, 26 грамм. Открыли. Ура! Начало есть. Вон стоит весь такой судачок. Кто-то его пузо уже жевал. Сейчас его отцепим. Давайте отпустим. Коротко о тех снастях, которыми я ловлю на рыбалке в Астрахани. У меня такой теперь неизменный комплект с собой беру. Спиннинг Соник от компании RoninRush. 10-35. Отлично себя показал на прошлых рыбалках. Запрос, чувствительность, вываживание. Рыбу не сливает. И этим он не нравится. Даже приобрел себе второй такой 7-28 для рыбалки у нас в Московской области. Уже несколько рыбалок и в прошлом сезоне половил осенью. И вот сейчас ловлю. Отлично, очень нравится. Отличная, скажем, палочка. Мне она легла сразу в руку. Отличная фурнитура. Все шикарно, отлично. Катушка старый добрый Шамано Страдик. FL 2019 года. Уже не первый год им пользуюсь. Втулки все с него выкинул. Поставил подшипнички. Так скажем, увеличил ее мягкость хода, плавность хода. То есть, тоже киноганул катушечку. Доволен на все 100%. Покупал, кстати, ее на Алике, чтобы не переплачивать. Плетенка стоит Ханза Пандора. Их с 9-я, 9 жилок. Диаметр по Японии 0,8. В принципе, мне ее везде хватает и у себя половить, и также в Астрахани. Ну, в принципе, такой комплект, которым я постоянно ловлю в Астрахани рыбу. Хопа! Иди сюда! Ну, какое-то странное сопротивление. Кто это? Не, ну, такое ощущение, что... Мне кажется, Леха, это хищный... Не, судачок, ребята! Сопротивлялся, я думал, как карасик. Хопа! Есть! Судачелло! Ну, и следом Леха за мной достал. Тоже килошного такого. Вот такой некрупный грамм. Не знаю, 700, наверное, судачок. Позарился на приманку. А на приманку он у нас позарился мне. Андрей Михайлович дал свою волшебную резину, которую он где-то выиграл. Вот такой расцветочки. Типа, так понимаю, под фрап, наверное, она сделанная. Четыре дюйма. Говорит, возьми, Саня говорит, вас. Попробуй на нее половить, глядишь, разловишь. Ну, вот судачка. Она уже... Второй уже судак на нее пойманный. У Михайловича резина, она успешно разбилась. Утечение мягковато, конечно, мягковато. Надо попробовать. У меня вот тут куча эхи лежит еще не разловленной практически. Ну, по-моему, летом я как-то ловил на нее, но все, что-то никак руки не доходит. О, вот такую сейчас возьмем. Да, прям на малька. Похоже на малька. Насадим. Четыре дюйма. Вроде она четырехдюймовая. Выглядит как настоящая рыбка с такой фольгой внутри, которая придает... Такой блестяшки, наверное, соблазняет хищника. Ну, сейчас насажу, закину, посмотрим, вдруг судак соблазнится. Отправляем эхо в полет. Давай, судачок, ждем твоей поклевки. Вот она и поклевка на эхо. Смена приманки тут же приводит к поклевке. Ну, такой подвис без удара за нижнюю губу. Ну, такой, этот уже ближе к килошке. Очередная поклевка, очередной судачок. Ну, все, пока не трофейная. Ждем, ждем выхода и поклевки трофеев. Четырехдюймовая эхо от Ронин Раш. Только поставил, ну и на первой поклевке происходит такой подвис без удара, просто подвис. Опа, подлодка и поклевка. Опа, да. А это щука, походу, Лех. Вот она, щука, которую мы долго ждали. Не, судак. Да, хороший судак. Достану. Это, друзья, судак. Вот она, двушка, я чувствую. Даже трешка. Михалыч, резина работает, не сойди. Давайте. Лехина, блин. Подсак-то не раскрутили до конца. А, я его взял. Да, 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 да. Вот он, красавчик. Наконец-то дождался. Класс. Отличный судачок. Таких бы побольше. И сработало. Поэтому трофейному судаку. Резина. Михалыч перед рыбалкой, еще раз повторю мне. В Астрахани дал пачку. Он ее где-то в конкурсе выиграл. Ему прислали. Говорит, сами попробуй ее разлови. Ну и вот уже очередной судак на нее попался. И этот, в принципе, достойный. Достойный судак с отличным ударом. С классным вываживанием. Адреналин прям такой повырабатывался. Нет, эмоции отличные. Таких судаков бы побольше, побольше. И было бы вообще. Просто рыбалка была бы суперская. Кто это? Блин. А кто это может быть? Алексей. Что это такое? Она сначала поупиралась. А потом встала колом просто. Кстати, может быть. Но сначала были некрупные такие рывки. Кто там? Сазан. Сазан за хвост. Я думаю, что он так сначала поупирался слабенько. Эх. Такой сазанчик, друзья. Эх. Двушечка, наверное, тоже. Не, не двушка. Ну. Сазан за хвост. Ну как же приехать в Астрахань и не поймать сазана? Или у нас все? За что клюнул? За то и... Там и рот. Опа. Ну давай. Отцепишься, нет? Или это... Взять... Взять сазана Андрюхи. Он любит сазану. Да, соскочил. Удар был? Да, соскочил. Сазан. Сазан там, да. Эх. Давайте его достанем. Возьмем Андрюхи на жаркое домой привезем. Сазанчика. Да, Андрюх? Эх. Не привез тебе его домой. Сошел. Вот так вот плаваешь по реке, плаваешь и натыкаешься на людей вдалеки от дома, которые тебя знают. Ребята говорят, плыви, говорит, сюда, давай, говорит, поздороваться. Чаю выпьем. Чаю выпьем. 50 грамм чая, да. Да, 50 грамм чая. 50 грамм чая выпьем. Сейчас 50 грамм чая и поплывем в сторону уже дома. Дело уже у нас к вечеру. Скоро солнышко будет садиться. Надо ехать на базу и уже готовиться к следующей завтрашней рыбалке. Надеюсь, завтра ветер будет потише, будет немножко покомфортнее ловить. Ну, в целом, в принципе, первая рыбалка, открытие весеннего сезона в Астрахани. Считаю, в принципе, достойный. Да, судачок над вас лишним. Ну, еще было много поклевок. Судачки попадались не очень крупного размера. Ну, в целом, рыбка поклевывала. Ладно, вам спасибо, что смотрели. Всем ни хвоста, ни чешуи. Давайте, отправляйтесь на рыбалку, ловите тоже трофеи, хвастайтесь. Пишите в комментариях, может, кто чего поймал, какой трофей. И где поймал, по лите рыбной точки. Ладно, мы собираемся. Мчимся в сторону базы, давайте. Пока-пока. До встречи на рыбалке.